Сегодня одним из приоритетов государства является непрерывный рост профессионального мастерства учителей. Президент России Владимир Путин объявил 2023 год годом педагога и наставника. Соответствующий указ был подписан 27 июня. Такое решение еще раз говорит о высоком статусе этих специалистов в нашем обществе, о важности их работы. Правительству Российской Федерации предписано сформировать оргкомитет и в трехмесячный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий, которые станут еще одним важным шагом для повышения престижа учительской профессии. Госдума в окончательном третьем чтении одобрила законопроект о введении административной ответственности за выбрасывание из машин отходов производства и потребления вне специальных полигонов. Штраф за такое нарушение составят для граждан от 10 до 15 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 20 до 30 тысяч, для юрлиц от 30 до 50 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штраф удвоят, а транспортное средство, с помощью которого было совершено это правонарушение, могут конфисковать. Усиленная ответственность за те же действия предусмотрена для тяжелой техники. Их хозяева могут потерять до 200 тысяч рублей. Губернатор Игорь Кобзев подписал указ о знаке общественного поощрения 85 лет Иркутской области. Его учредили в ознаменовании 85-летия образования региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приангария. Знак исполнен в двух вариантах. Нагрудный – его вручают гражданам и изготавливают в виде медали. И настольный – для юридических лиц. Вместе со статуэткой вручается удостоверение. Знаками будут поощрять организации и граждан за социально значимую общественную деятельность, способствующую становлению гражданского общества, за благотворительную и иную деятельность, способствующую всестороннему развитию региона, повышению ее авторитета в России и за рубежом. Представление о поощрении можно подать не позднее 15 декабря 2022 года. В Приангарии за два дня утонули трое несовершеннолетних. Необходимо отметить, что все дети при купании находились в компании друзей, однако помочь им никто не смог. В очередной раз напоминаем, в Иркутской области, в том числе и в Устилимске, нет оборудованных для безопасного купания мест. Однако жара вынуждает жителей региона забираться в водоемы, чтобы хоть немного охладиться. В местах стихийного отдыха у водоемов не дежурят спасатели. Утоплению же может способствовать множество факторов. Во избежание трагедии родители необходимо следить за своими детьми. Хотелось бы тоже обратиться к родителям в преддверии летнего сезона, что детям находиться на водных объектах без сопровождения взрослых запрещено, во избежание несчастных случаев. Поэтому родители внимательно следите за своими детьми, потому что рейды идут, как сказали, протоколы будут составляться и, соответственно, дети будут привлекаться совместно с родителями к ответственности за нарушение действующего законодательства. С 30 июня до 10 часов 11 июля 2022 года временно будет перекрыто движение транспорта по проездам проспекта Мира от дома номер 1 до дома номер 7 и от Мира 15 до Мира 23 – так называемые карманы. Также по данным участкам будут перекрыты все въезды во дворы. Изменение схемы движения связано с проведением работ по капитальному ремонту автомобильного полотна. На период укладки асфальтобетонного покрытия объезд перекрытых участков будет осуществляться по сквозным проездам от улицы Георгия Димитрова до улицы Мечтателей, от улицы Мечтателей до дома номер 13 по проспекту Мира, от улицы Героев Труда до дома номер 5 по проспекту Мира. Владельцам транспортных средств необходимо убрать припаркованные машины. Они будут препятствовать выполнению работ. Всем участникам дорожного движения следует проявлять внимательность и осторожность, соблюдать правила дорожного движения, выполнять требования дорожных знаков и указателей. В Остелимске продолжается реализация господдержки населения, социальный контракт. Использование данного механизма позволяет помочь как гражданам, желающим открыть бизнес, так и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Специалисты структурных подразделений администрации города, управления соцзащиты, руководители центра занятости, представители общественных организаций ведут разъяснительную работу, рассказывают, как стать участниками программы, получить финансирование на развитие своего дела. С 1 июля 2022 года максимальная выплата по нему будет увеличена и составит 350 тысяч рублей. Каждого, кто решит заключить соцконтракт, готовы ввести за руку. Особенно радует, что на самом деле спектр услуг расширяется. Если раньше говорили только об услугах красоты, а сейчас все же это и репетиторство, логопедия, производство комбикормов, грузоперевозки. Ну то есть вот настолько широкий спектр тех услуг. Сантехники есть, да, сантехники, ремонтные работы, квартира, мебель. Это настолько хорошо, что вот на самом деле понимаешь, что люди, получив эту поддержку, хотят повышать качество услуг, а не только приносить благосостояние в собственную семью. Поэтому продолжаем развивать эту тему. 190 контрактов из 248 мы уже заключили в этом году. Процент уже хороший, 77. Напоминаю всем коллегам, что есть возможность трудоустраивать к себе на работу с дополнительной поддержкой в 4 месяца мы платим 15 600. Это существенно, я считаю, потому что с 1 марта доход человека, кто устраивается на работу, вернее, если он уволился после 1 марта, его доход не учитывается. Это нужно тоже понимать. И это плюс к тому, что человек будет получить по вашему рабочему месту. Органами социальной защиты продолжается прием документов на ежегодную денежную выплату в размере 3000 рублей на каждого ребенка для их подготовки к школе. Мера поддержки предоставляется многодетным семьям в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Нацпроекта «Демография». Немножко меня огорчает процент. 97 семей только обратилось, 294 ребенка. Напоминаю, что более 700 детей получили эту поддержку в прошлом году и понимаю, что все оставляют на август. В августе обещаю огромные очереди и многочасовое стояние в этих очередях. Поэтому ничего сделать не сможем. Нас больше не станет специалистом. Поэтому еще раз прошу родителей, кто сейчас в городе, в обязательном порядке обратиться за этой помощью. Напоминаю, 17 941 рубль – это прожиточный минимум для этой меры социальной поддержки. То есть каждый член семьи может получать не больше этой суммы. Также напоминаю, что на бесплатное питание в школьниках многодетных семей, даже если доход превышает, обязательно нужно писать заявление. Это норма обязательная. Поэтому также не оставлять на август, для того, чтобы с 1 сентября ребенок питался в школе, нужно уже сейчас обратиться без учета каких-либо доходов. 1 июля при поддержке Русского географического сообщества стартует экспедиция «Великие реки Сибири», которая разделена на 8 этапов и продлится 2,5 месяца. За это время сменный экипаж пройдет более 10 тысяч километров маршрута. Иркутск, Братск, Кустилимск, Енисейск, Дуденко, Норильск, плато Путорана, Порт Диксон и обратно вверх по Енисею до реки Нижняя Тунгуска, река Лена, Жигалова, Иркутск. Впервые за много лет будет пройден путь первооткрывателя Пантелея-Пянды. Тогда это был первый поход казаков по сибирским землям. Организатор экспедиции – предприниматель, путешественник, капитан Анатолий Казакевич. Говорит, что целью является возрождение историй и развитие туризма. Это станет третьим походом большого комплексного проекта «Байкал-Аляска». Он посвящен повторению путей первопроходцев, возрождению интереса к истории географии Сибири и Дальнего Востока. 8 июля участники экспедиции посетят краеведческие музеи, где их встретят с сибирским гостеприимством, хлебом, солью и напитком с битнем, сваренным по старинным сибирским рецептам. Гости познакомятся с историей освоения ангара Элимского края, узнают об истории строительства города ГЭС и ЛПК – трех всесоюзных ударных комсомольских строек Устилимска. 30 июня стартует Всероссийский конкурс цифровизации фондов и экспозиций школьных музеев. Принять в нем участие смогут музеи краеведческой, военно-исторической и патриотической тематики школ, профессиональных образовательных организаций и учреждений дополнительного образования. Конкурс будет проходить по номинациям «Лучший городской школьный музей» и «Лучший сельский школьный музей» в два этапа. Региональный этап завершится в октябре, федеральный в феврале 2023 года. Участие в мероприятии позволит не только сохранить эксклюзивные экспонаты в цифровой форме, но и привлечь и обучить подрастающее поколение к использованию современных цифровых технологий в музейной деятельности, создать виртуальные экспозиции и в дальнейшем виртуальные экскурсии. Новость о том, что пожители Устилимска ездят машины из-за карточного долга брата в 480 тысяч рублей, и каждая проезжающая по мужчине авто уменьшала задолженность, оказалась фейком. Информацию, появившуюся накануне в местных пабликах в социальных сетях, о том, что гражданин из-за долговых обязательств родственника устроил перформанс с элементами самопожертвования, полицейские опровергли, сообщает Иркутск Медиа. Редактор субтитров А.Семкин